всем салам алейкум это каштанов добро пожаловать на мой канал каштанов reaction и сегодня у нас вновь ребята на смешанные единоборства а конкретно армана спанов против рассула мир мирзоева об этом бои поединке мне периодически писали в комментариях так что вот ребята выполняю вашу просьбу я уже знаю исход этого боя писали в комментариях то что здесь победил армана спанов и очень жаль что такие комментарии пишут ребят я вас впредь попрошу пожалуйста не пишите исход боя потому что ну блин ну как так сразу как бы понятно понятно что бой я не видел и возможно там будут какие-то крутые смены позиций в плане того там лидирующих да может быть рассула будет в лидерах а потом арман допустим переломит ход встречи и возьмет там этот бой и так далее но когда ты уже знаешь финал итог то это как бы немножечко всегда грустно всегда хочется посмотреть бой не зная финиша да как бы как в любом видео в любом виде спорта но и так далее ну ладно это уже все лирика давайте посмотрим этот бой но прежде чем мы приступим ребят хотел бы сказать всем большой рахмет за то что подписывайтесь на канал за то что остается на канале а те кто еще не подписались ребята внизу будет кнопка проходить прожимаете ну не забывайте включать колокольчик уведомления потому что видео выходит строго каждый день а мы приступаем поехали опа опа так но это расул мирзоев да комментируют на на казахском языке мне ребята это конечно же немножечко неудобно но как бы ничего страшного казахстан до алматы интересно где это будет проходит в россии или в казахстане а может быть вообще где-то с границы там алматы 105 здесь вывеска а султар деген лакова тварь армама моспанов то октагон до сель жангал да был спорш нынжа вот так обыканда рекорда то есть я не ребят пока непонятно где это происходит но напишите в комментариях я думаю вы конечно же знаете потому что такие залы да в принципе плюс-минус все одинаковые и так вот с ну ладно это не не самое главное блин физуха да ребят классная минимум подкожного жира прям такой весь сухой сухой конечно скорее всего там весогонка да наверное было как это часто бывает чтобы вес сделать ребят сразу предупрежу да не пишите пожалуйста в комментариях чтобы я прекращал делать реакции на бои я все равно буду это делать мне это интересно смотреть но и немало находится тех кому это интересно смотреть вместе со мной так что давайте договоримся так если вам не нравится просто не смотрите проходите на канал подписывайтесь ставите лайк и не смотрите вот такой вот вариант будет но конечно лучше если вы все это посмотрите вместе со мной черный тигр да black tiger блин ребят качеству конечно что-то хромает ничего себе его зал да приветствует блин это походу у вас да там ребят наверно это валматы хотя такого рода бои наверное будут происходить в нурсултане скорее всего все-таки столица к этому долгожданного поединку по уже на русском все-таки свершилась эта встреча в октагоне в нормальный нормальный ребят мы увидим этот поединок в лиге эйсей расул мир за и против армана успанова поединок полу легкой весовой категории есть преимущество в росте у армана успана целых пять сантиметров так первый раунд все внимание на экраны выжидает арман успанов тут же фронт их в голову на нас сумка работой своей привычной манере сумка всячески выдергивая успанов вторым номером о померзу за размашистыми ударами но смог вычисление атаки арман занимает центр клетки ну значительно повыше да так выглядит блина чуть-чуть чуть-чуть до в первом раунде да скорее всего хочет но по-любому как бы красиво было руки были на месте у мир за его защиту да что попал да не сильно но попал уже хорошо попал блин ну красиво но не попадает еще чуть-чуть мне кажется и точно был бы нокаут да безусловно скорость всегда у успана была на высоте размашистыми ударами такая обманочка да была мне кажется не стоит забывать про аспект да ну да ну попал можно ответить куда противоходом поймать но да ну попал попал да ну нахер он просто попадает ничего себе расул явно да не ожидал такого поворота событий все да начал вязать его блин а прям попадает и попадает ребят все да а че все что ли блин я даже не понял не заметил как это все закончилось то это судья остановил то есть рефери да ну ну короче это все было бы избиение да просто там возможно были бы травмы очень серьезные нифига себе ну блин достойно достойно конечно ребят первый раунд половина до прошло и уже разу конечно начал но арман закончил блин как закончил вот фиг знает да что было бы если бы рефери не не остановил бой мне кажется это очень излишне до сих пор не может прийти в себя давайте посмотрим лучшие моменты не ну тут как бы арман доминировал да пока в канал под конец боя да мне кажется он был в ауте раз у мизаев точно отправил в нокаут у спанов этими ударами сверху вот блин ребят вот отсюда было видно и рефери четко сработал да он прямо реально вовремя бой остановил иначе там бы были бы травмы еще сильнее это был великолепное выступление это было бы просто избиение уже не меняемого человека на тот момент ребята такое видео конечно качество не очень и что-то я так вот полистал и все такого качества как бы все какие-то записи экраны перезаписи видать в ютубе нету нормального качества этого боя там не знаю там full hd 2k и так далее но это как бы ладно это пол беды самое главное что мы посмотрели очень крутой и яркий и самое главное такой ну не то что самое главное а быстрый бой да в первом раунде и опять же да как начался бой то то что расул прямо жестко прессинговал и буквально за какие-то пару минут даже минуты наверное не прошло все поменял с точностью да наоборот там уже арман сверху просто посыпал ударами и я вот поначалу ребята сперва были сомнения вовремя ли рефери остановил этот бой потому что с той позиции было немножечко непонятно но вот когда камера была немного ну как бы с другой камеры показали я вот прямо четко смотрел на расула и прям было видно что после удара он отключился и вообще рефери красавчик он прямо реально вовремя остановил бой реально вовремя потому что что возможно возможно там были бы очень серьезные травмы и последствия да для расула мирзаева если бы рефери чуть-чуть там замешкала арман продолжал бы посыпать и ударами там и так то наверно да скорее всего сотрясение это не это как минимум а если бы она еще и продолжались эти удары да жестко ну конечно да можно сказать что ребята серьезные такие все заряжены и готовы к таким нагрузкам в том числе и принимать и держать удары но все же один очень круто держит удар да но как бы без особых последствий для себя потому что если бы это был обычный человек вот с улицы там все сразу насмерть по-любому было бы но другой это человек еще также техничный бьет так что там блин результат мог быть непредсказуемым но крутой бой быстрый блин вот ребят еще раз я вам в самом начале писал то есть писал говорю проговорил еще раз хочу сказать пожалуйста не пишите исход боя потому что ну как бы понятно делала никто не писал что посмотри бой арманов спанов расул мерзаев арманов там победил ну там так комментарии пишутся строится да что там прям сразу понятно блин арман и вот пишут там посмотри такой-то бой арман там красавчик все сделал круто блин но это же понятно что он выиграл прям ну сразу понятно ребят пожалуйста еще раз прошу спасибо за то что пишите комментарии советуйте бои но не пишите кто победил и так или иначе как бы не намекать я понимаю вы скорее все делаете это не специально но были на сразу понятно и круто когда такие бои смотришь и вот еще есть один бой арман аспанов против полпудникова тоже мне писали в комментариях посмотри первый бой где арман аспанов просто вынес полпудникова ну и вот опять же я уже знаю исход боя я его конечно же посмотрю но знаешь уже результат куда деваться нельзя тогда прочитать комментарии быстренько его стереть из головы там и забыть все иногда такой начинаешь что-то читать такой блин все-все не буду читать типа лет потому что понимаешь что там как бы начинается уже немножко прямо вот рассказывай рассказ того что происходит в этом видео но ты блин уже прочитал ты уже увидел все уже знаешь так что как-то так ну ладно ребята это уже не относится к бою бой крутой два очень сильных крутых бойца такие все заряженные на победу но один оказался немножечко сильнее в этот момент вот еще такой момент да казалось бы я русский должен болеть за рослу мир за его ну как должен как бы это 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 не произвольно происходит арман аспанов казахстанец но когда смотришь такой бой абсолютно отпадает какие-то моменты вот эти национальные там принадлежности и так далее просто смотришь бой двух крутых бойцов и кто-то сильнее в этот момент своей жизни кто-то чуть-чуть слабее прям вот ну чуть-чуть же они оба очень крутые достойные просто кто-то прям вот на толику какой-то момент а может быть и удача да может быть кто-то там голову в моменте когда он допустим на октагоне лежит да в этот момент куда-то повернул мы пытаясь вернуться от удара а в этот момент как раз и удар прилетела точно допустим в челюсть с отключением человека да если бы попал допустим ну когда-нибудь в лоб грубо говоря то ну на человек был бы нормально то есть дальше продолжал бы уворачиваться от ударов а тут вот этого стечения обстоятельств и все ну а может это конечно же не удача ребята профессиональные три года и года тренировок все-таки это профессиональные бойцы ну ладно ребят пишите комментарии все что вы думаете по моей реакции по этому видео также пишите в комментариях еще бои какие можно посмотреть с удовольствием запишу реакцию мне эта тема очень интересная прям сижу наблюдаю живо реагирую прям все круто давайте ребята всем удачи пока